Всем привет! Близится Новый Год, и вы, скорее всего, будете готовить планы, что я буду сделать в новом году, какие у меня будут цели, чего я хочу достичь. Наверное, судя по названию видео, вы думаете, а сейчас я вам покажу фокус, как все успеть. А фокус я вам не покажу. Я вам покажу один мультфильм. Мой любимый советский мультфильм, который очень здорово учит тому, как все успеть. В общем, суть мультфильм проста. Приходит заказчик к мастеру и говорит, свяжи мне, пожалуйста, семь шапок из овцы, как можно больше, и дает ему небольшой кусочек овцы. Мастер говорит, могу. В общем, заказчик довольный уходит, возвращается к мастеру, мастер ему показывает семь вот таких малюсеньких шапочек. Когда заказчик через день за шапками пришел, семь шапок выложил с корняк на свой рабочий стол. Да разве это мой заказ? Надумал ты шутить? Ведь ни одну из них нельзя и на нос нацепить. Гениальный мультфильм. А в чем смысл? Смысл в том, что если у вас есть ограниченный ресурс, вы не можете его растянуть бесконечно. То же самое касается вашего времени. Вы не можете растянуть его бесконечно и все успеть. Поэтому секрет, как все успеть? Делать меньше. Делать минимум из того, что возможно, и концентрироваться на том, что вы делаете. И это и есть как раз фокус. Фокус не в смысле всяких забавных шуток и интересных вещей, которые я вам скажу. Фокус – это концентрация на том, что вы делаете. Смотрите, фокус и мультитаскинг – это такие вещи, которые балансируют с разных сторон. С одной стороны, мультитаскинг – круто, вы вроде как все успеваете, много всяких вещей делаете, и вы такие успешные. И об этом сейчас часто говорят и консультанты, и бизнесмены, и кто угодно. Но подумайте, мультитаскинг не увеличивает количество часов в вашем дне. Он лишь растягивает их на разные направления, и вы за счет тайм-менеджмента пытаетесь их успеть. Но проблема в том, что это хорошо работает, если у вас много мелких задачек, в каждой из которых нужно чуточку лучше стать. Чуточку лучше. Это может быть хорошо, особенно если у вас работа какая-то такая процессная, где вам нужно потихоньку, по мелочам улучшаться в куче направлений. Но, к сожалению, такой подход не работает. Если у вас какая-то сложная задача, в которой большая конкуренция, в которой очень тяжело добиться результата. По сути, задача дискретная. Вы либо пан, либо пропал. Либо добились результата, либо нет. Вот в таких задачах мультитаскинг не работает. Работает только фокус. Когда вы берете, отстраняете все лишнее, просто не делаете. Не пытаетесь придумать, а как это все успеть. Просто говорите, я не буду это делать. А буду делать вот эту одну вещь, которая важна. Посмотрите пример моего любимого просто кумира, наверное, в менеджменте себя. Это Уоррен Баффет. Он инвестирует чуть ли не один раз в год. Но инвестирует точно. В те компании, в которые стоит инвестировать. Остальное время он делает ресерч. Изучает, смотрит и думает, стоит или нет. И делает один раз. Только один такой выстрел. Как он любит греться, охотится на слонов. Один важный выстрел в год. Точно так же и выглядит его календарь, его график. Опять же, по его словам, там пусто. Там нет ничего, кроме супер важных встреч, коих бывает, я не знаю, там одна в месяц. Он делает это специально, чтобы фокусироваться на главном, чтобы отстранить лишнее. Я думаю, что в предстоящем году, как и в принципе в любом планировании целей, наверное, есть смысл придерживаться такого подхода, если цели у вас большие. Если вы хотите успеть много мелких вещей и связать с семь шапками за овцы, то вам поможет мультитаскинг, тайм-менеджмент и все возможные приемы. Если у вас какая-то одна большая цель, вам нужно сделать одну шапку, но классную, вот поставьте себе эту цель и делайте эту шапку. Поставьте себе цель на год добиться, я не знаю, пройти отбор в компанию, которую хотите, освоить новую профессию, вырастить бизнес от одной точки до другой, много времени проводить с семьей, но поставьте какую-то одну цель, не ставьте много, иначе получится семь шапок за овцы. Поделитесь комментарием, что у вас получится. Буду рад со всеми обсудить. Буду рад услышать разные точки зрения. И, кстати, подписывайтесь на наш канал ВКонтакте, в Фейсбуке. Там тоже будет много прикольных обсуждений по этому поводу. Если понравилось видео, скиньте друзьям. Я буду вам благодарен. Надеюсь, что друзья тоже. Ну и, конечно, с Новым годом! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok